Алик У меня не работает половина тела. Знаете, я как та съёмная двухкомнатная квартира, в которой одна комната всегда на ключ закрыта. У меня был инсульт, семена живых, два из которых в сердце, и нет четверти лёгкого. Мне иногда кажется, что меня ел людоед-гурман. Ел, ел и не доел. Походу, на Ника Вуйчича прям очень сильно отвлёкся. По помощи. Если вы не знаете, как выглядит уважительная причина, то вот я перед вами. Когда меня спрашивают, что со мной случилось, я всегда отвечаю, что переболел коронавирусом. Дело в том, что однажды на подобный вопрос я не поленился и рассказал всю историю в деталях, на что мне ответили. Ну, выздоравливай. Ну, спасибо, блядь. У меня же это чисто сезонное. Сейчас вот горячим чаем с мёдом полечусь и через недельку бегать начну. Вот сейчас можно аплодисментов лучше. Всё хорош, я вспомнил. Не понимаю людей, которые бегают по утрам. Мне всегда становится интересно, нахрена вы это делаете, если вас никто не догоняет. Ну, просто потому, что умеете. Ну, спасибо, блядь. Пантанулись, а у меня день теперь никакой, самбо утра. Я ещё подумал, может, эти люди когда-то увидели меня и такие, блин, со мной же тоже может такое случиться. Пойду-ка лучше я сейчас набегаюсь. Я теперь реально вот так отношусь к людям, которые занимаются спортом. Они для меня все просто понторезы. И если я увижу человека, который прыгает на скакалке, я просто подойду к нему и скажу, иди ты нахуй. У тебя две здоровых руки, и всё, что ты придумал, это перекидывать какую-то верёвку через ноги. Дайте мне две здоровых руки, и я вам столько приятных вещей покажу, которых можно ими делать. Чтобы вы понимали, я сейчас массаж даже когда делаю, у меня там только рельсы-рельсы. Это сильно охуенный. Я заметил, что бабки очень доверчивые и уязвимые существа. Я могу, например, подойти к компании бабок у подъезда и сказать, свечки по 50 за здравие не берите. Не факт, что сработает. Единственное место, где бабки полностью меняются в своём поведении и мировосприятии – это поликлиника. У меня, например, есть справка, позволяющая везде в больнице проходить без очереди. Но я ей никогда не пользуюсь. Потому что уверен, покажу какой-нибудь бабке эту справку, она в ответ достанет свою, которую покрывает мою, как в картах. И ещё на погоны с золотой проездной и алмазной социальной карты. В связи с моей проблемой у меня возникают некоторые бытовые сложности. Например, мне сложно стричь ногти на ногах. Как-то попросил бывшую помочь с этим, на что в ответ услышал «Фу, это противно, почти как минет». А я всего лишь их попросил состричь, а не рассосать до основания. А то сравнило хрен с пальцем. Все мои свидания теперь зависят от пенсии и проходят 17-го числа каждого месяца. Поэтому 18-го я обычно доедаю вчерашние роллы. Ну а что ещё я могу сделать романтичного? Подойти к девушке сзади, закрыть ей один глаз и сказать «угадай, кто?» Мне для этого нужна либо она очень тупая девушка, либо одноглазая. Вообще в идеале, если бы она была пираткой. Да, у неё будет деревянная нога, но зато мы ходили бы с одной скоростью. Ко мне недавно дед переехал. И знаете, это прям очень сильно ударило по моей самооценке. Чтобы вы понимали, почему он просыпается в 5 утра, бегает, делает зарядку, следит за питанием. Может, ещё встаёт передо мной на моноколесе. И жонглирует, пока я сплю, чисто поугарать. Не знаю, я так рано не встаю. Но есть и плюсы. Например, он помогает мне по дому с готовкой, за продуктами ходит. Мне вот кажется, он меня просто дохаживает. В моменте он просто решил перевернуть игру и подумал «Переживу-ка я его, и пусть хата мне достанется». У меня на этом всё. Всем большое спасибо. Спасибо.